всем привет с вами максим и это канал хороший выбор сегодня в программе краткая заметка о процессорах intel итак начнем с самого старого сокета 775 он был представлен аж в 2004 году можно было сказать что это просто почетное упоминание но под этот сокет был выпущен легендарный core 2 quad его очень легко найти на бушном рынке у него очень низкая цена и на его базе можно построить супер бюджетный игровой компьютер но если есть такая необходимость а вообще это история в 2009 году появился сокет 1156 и линейка core приобрела тот вид в котором она привычна нам сейчас то есть разделение на i3 i5 и i7 где под эмблемкой i3 собраны самые бюджетные дешевые с точки зрения intel процессоры а i7 соответственно самые дорогие и производительные также с тех пор устоялась и общая маркировка для всех процессоров где первое число обозначает поколение правда в первом поколении решили обойтись без него и чем больше следующее число из трех цифр тем больше производительность процессора в своем классе естественно новых процессоров первого поколения уже не производят но их также можно найти бушными за очень неплохую цену и там нет встроенного видеоядра кстати для самых производительных процессоров семейства i7 был отдельный сокет 1366 он предназначался для процессоров i7 с 960 по 980 и еще туда можно было воткнуть несколько моделей xeon 2011 год сокет 1155 и это второе и третье поколение i7 с маркировкой все то же самое появилась цифра 2 и 3 и следующие три цифры также указывают на общую производительность второе третье поколение можно без труда найти в магазинах ну второе может быть еще не везде а третьего полным полно но про них я думаю вы так все знаете хорошие процессоры плохое встроенное видеоядро и довольно кусачие цены также 2011 году появился одноименный сокет 2011 или 2011 как вам удобно он заменяет сокет 1366 и также предназначен для топовых i7 процессоров и для нескольких xeon и так 2013 год процессоры huswell четвертое поколение и тут обошлось без особых сюрпризов компания intel чуть-чуть подтянула встроенную графику чуть-чуть снизила энергопотребление но в целом изменения косметические производительность все такая же хорошая цены все такие же высокие также не стоит забывать о супер бюджетных с точки зрения интел процессорах линеек pentium и celeron они предназначены для офисного использования ну или для такого очень простого бюджетного домашнего и еще немножечко полезной информации после четырех заветных цифр иногда стоят буквы и стоят они конечно же не просто так например буква кей обозначает что у процессора разблокированный множитель его можно отлично разогнать буква пи обозначает что у процессора отключено встроенное видеоядро и соответственно такие процессоры стоят чуть чуть дешевле буква с говорит о том что процессор греется чуть меньше чем его собратья а буква t обозначает что у процессора экстремально понижено тепловыделение и энергопотребление но вместе с тем пониженная тактовая частота мобильные процессоры их обозначение в этом выпуске я затрагивать не буду посоветовать к покупке что-то конкретное тоже сложно потому что во многом все зависит от ваших нужд и вашего бюджета если бюджет сильно ограничен я по-прежнему бы рекомендовал амд если у вас огромный бюджет и вам нужна зверская производительность тут без вопросов топовые 5 или середнячки или если бюджет позволяет топовые 7 на этом все я знаю вы уже заждали серьезных тестов и сравнений скажу что скоро будут все готовится подписывайтесь чтобы ничего не пропустить а